Девушки отдыхают Опасно, да и грех какой Ну, а чё ты хотела? Скоро век двадцатый Черти, может, жизнь-то и упростят Муку молоть начнут, жать рожь Про пароходы слыхивала? Думаю, там паровой чёрт сидит На вроде самоварного Как ты с чертями-то справлялся? А как? Работу им давай до делов Да только не совсем они справляются, Баска Работа их это порча Другую-то не шибко любят Как ты колдуном стал, дедушка? Ну, так чё Я тебе на медни сказывал, как окаянный Тимошку-то унёс Вот потому и решил Стать колдуном С кривохвостами бороться Слышал я, что пастухи-то люди знатки Вот и стал под паском Помогал Прокопию юродивому Не к ночи помянут будет Он и грамоту лесному изладить умел Ну и скотину сыскать, понятно Вот и начал я уму-разуму у него учиться Да, история-то долгая Я после скажу, как знаткость-то получил Но нет Прокопия Самому вертеться пришлось Дебят, я вон как обучил Цени 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 у дедушка А что за мужик был, Прокопий этот? Недобрый Недобрый И шибко знаткий Много людей спортил Только этим ты и жил Да и сам я чуть не попался А пастухи-то чё? Знаткие тоже? Ну как нет-то? Пади скотину по лесу собери Без помощи нечистого Грамоту лесному дедушке Написать уметь надо Чтоб помогал А если чёрт корову ведёт, к примеру Тоже надо у окаянного её отбирать Научишься Чё думаешь, пастух Всё в поле лежит, да в небо поплёвывает? Сейчас-ка, ага Егор Евлампович, Василиса Фёдоровна Так снова я Зашёл поблагодарить Перестал блазнить без-то Вот и предмет Как и обещал Сломал чертище Кой-чё на мельнице Ну да ладно Починим У меня в запасе есть Деньги-те, копейки-те на починку Часть на мельницу А часть внуку оставлю Эх, ладно Учила черномазию-то, а ли как? У меня кости ломят, а не у бабы Чертозна и проклятые Чири только и можете чертить Работать я Ну-ну, иди, иди Пока грыжу не поймал Тоже мне Здравия и долгих лет Молочка к рынку вам кума Передаёт с поклоном Калян Ты что ли? Здорово, дед Егор Ого Вышел из армии И давно в Вильгарте Вернулся Уж с неделю Ишь, долгопялым каким стал Ах, сколько в тебе вершков? Двенадцать? Ну, с чем пожаловал? Слышал я, Василиса Про парня твоего Знаю, тяжело близких терять Но я по делу пришёл Помощь нужна ваша Вчера поспорили на сходбище Говорят мне, побоишься ночью в баню идти А я нечисти-то не боюсь На войне был Чего там только не видал Сами понимаете Пошёл в баню ту старую У Колвы, которая заброшена Время полночь или заполночь Отворяю дверь А там словно синий огонёк горит И тишина Я оттянусь в каменку Ну, за камнем с печи Докажу, что в бане был Внезапно меня Мохнатой лапой Хвать за левую руку Вот, глядите, и след остался Нечистый Держит меня, не отпускат Вдруг говорит бабьим голосом Возьми, мол, замуж От руки, как пламенем пышет Тот меня жуть взяла Возьми, да возьми Ну, говорю, возьму Тогда и отцепилась чертовка Я дёртый дал Эх ты, бесячья сила Вы, люди изнатки Помогите Чё делать-то, а? Николай отправился в полночь За камнем из каменки За руку его схватил какой-то бес Кто это может быть? ПЕСНЯ 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 Глядь ПЕСНЯ Глядь К Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. Продолжение следует... 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 Такую мелодию вы не слышали никогда. По вашей спине пробегают мурашки от странных, потусторонних переливов этой музыки. Нечистый продолжает свое пение. Вы слушаете черта, задержав дыхание и не шевелясь. Вскоре мелодия разбивается о макушке елей и бесследно пропадает в ночной тишине. Вы чувствуете, что стали понимать демонов чуть лучше, чем раньше. Внезапно у ног демона загорается колдовской круг. Через миг рядом с ним оказывается еще один нечистый. Его горящие глаза смотрят прямо на вас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пекло. Ишь ты, болтливый бес какой. Ну, эх, Неридаль. А я из пекла вылетел, да тут задержался. Помоги мне найти ответ на вопрос, а я тебя награжу, Векшица. Ну, давай, спрашивай. Ищу ответ я на вопрос. Что на свете три косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. Но что еще две? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. А вторая что? Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Демон исчезает во всполохе пламени. Остается лишь продолжить путь. Продолжение следует... Чего? Пряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Ну, давай, смотри. Продолжение следует... Продолжение следует... Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. Продолжение следует... Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. Вы делаете несколько шагов внутрь избы. Внезапно раздается хруст, и одна... Перед вами вырастают останки сгоревшей избы. Все бревна почернели. Вы обходите дом по заросшему высокой травой огороду. Внутри темно, и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвеца. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. В отдалении виднеется приветливо горящий огонек. Вы идете на этот свет, и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Внутри тепло и уютно, пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами. Вскоре вы слышите спокойный голос. Опять по ночам ходишь, Василиса. Осторожный будь на своей дороге. Может, она привезти в такие места, откуда никто уже не вызволит. Вы шепчете молитву и переводите дух. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы подходите к зияющему чернотой обрыву. Сухие кусты торчат из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы осторожно заглядываете вниз. Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Вы подходите к зияющему чернотой обрыву. Сухие кусты торчат из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы осторожно заглядываете вниз. Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает тишина. Впереди гниющий мост через исхудавший приток Колвы. В лунном свете вы различаете чей-то силуэт на той стороне. Вы делаете несколько шагов в сторону силуэта, но он растворяется в предрассветном мареве. Мороз пробегает по вашей спине. Ночные путешествия не всегда удобны. Во мраке можно наткнуться на нечисть. Так происходит и сейчас. Вы выходите на уснувшую поляну, где из самовара пьет чай зловредный дух. Он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию. Ваш друг не привык любезничать с нечистым. Он закатывает рукава и устремляется в атаку. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 А где ты была всё это время? По бане. Где топлёна, туда и ведут. Так и росла. Сейчас тут вот живём, тоже в бане. А знаешь, что про нечисть Осиновую? Не слыхала. Да могу у банницы разузнать. И как нам тебя вызволить от нечистого? Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Принесите мне опоястку хорошую и крест нательный. Да и имя найдите. Тогда об Дерихе-то и придётся меня замуж выбить. Ты парень не сплошай. На тебя вся надёжа. Ладно. Коль обещал, так вызволю. Что за крест тебе нужен? На меня не всякий надеешь. Больно давно я с нечистым живу. Вот и крест мне надо такой, что окаянный носил. Ишь, задача какая. Это где мы такого чёрта богомольного отыщем? Ох, не знаю. Подруга твоя знаткая. Так уж придумаете чего. А опоястку-то где взять? А, опоястка тоже нужна непростая. Сплести её должна колдунья умелая. Мы имя-то хоть сейчас тебе придумаем. Нет, так не годится. Имя должен священник по святцам дать. Ладно уж, поможем тебе. Не бросать же душу христианскую. Да и жених у тебя есть. Поможем уж. Спасибо. Принесите мне крест, что нечистый носил. Имя да опоястку. Векшицы наговорённые. Кажется, петухи первые поют. Пора мне обратно. А вы приходите с гостинцами, я ждать буду. До встречи. Чертовка забирается обратно под полог и исчезает в чёрном пламени. Вы же отправляетесь обратно в избу деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. И нужны-то ей крест, что носил нечистый. Имя человеческое и опоястка заговорённая. А после под полком скрылась. Жуткая у вас работа. Пострашнее, чем турков бить. Долюшка у нас такая. Ну, а обручница твоя подменённая. Что за подменённая? А банница, видать, подменила её. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? КОНЕЦ Абдериха девку на дровину осиновую заменила. А дровина-то бесяк и есть. Отлично, Вася. Не зря я тебя обучал. Подменные дети из тонкого мира. Эти младенцы, конечно, не вырастают. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать. Я на твоём месте ещё бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть в бабах? Ха! За солдата вроде меня только чертовка и пойдёт. Мы до сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Верно. Возможно, окаянный уже сожрал её родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Поможете мне, значит? Поможем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Крест, что носил, нечистый. Такое вообще возможно? Всё возможно для человека с разумом, Василиса. Слышал я, что в Янидоре недавно и котница появилась. Сходи к ней, да крест с ими. Вот с креста и начну. Что может быть важнее? Янидоре найдёте Евдокию Фоковну. У неё, говорят, дочурка и коткой заговорила. Ну, всё уяснили. Что такая икота-то? Ой, так ты чё, не помнишь? Баба из Покчи приходила, шептали на неё. Из неё чёрт свершок ещё вышел. А, так кто и котница была? Ну да, говорил с нами, без и котка ещё. Ой, не нравятся мне одержимые бесами-то. Ну, чё делать-то? Ну, всё уяснили. Где в Янидоре бабу-то найти? Да ворота там резные, ближе к околице. Ну, всё уяснили. Так чё тут непонятного? Сходим к икотнице, да крест с неё снимем. Чё ты с каменкой-то выдумал? Уж не поверю, что разжигать не умеешь. Да и чертовки испугался, когда она пламенем хватанула. Всё так, Вася, не в каменке дело. Не знаю, чё со мной. Случай один был. С тех пор, как огонь вижу, так сам не свой. Боюсь его жутко. Слух прошёл, да к меня и послали с вечерки в баню-то. Награиться хотели. Но я так просто не сдамся. Почему? Чё с огнём-то? А, долго сказывать. Как про огонь-то долго сказывать? Ты чё? Может, и недолго. Чё пристало, как банный лист? Потом расскажу. Других дел нет, чё ли. Ты, Коля, как солдатом-то стал? Да в рекруты забрали. Ты-то мала ещё была, не помнишь, небось. Тебя только дед Егор взял. Ну, ты-то как рекрутом стал? Сам пошёл? Ага, сам. Вообще, не мне выпало. Да мы семья-то большая. А я парень удалой. Ну так, видный. Ха, а то. Я сам вызвался. В полевой полк попал. Потом к туркам отправили. Там ты крест-то получил. Там, ага. Тоже история-то долгая. Что, и на девки банной жениться собираешься? Ну так это, поможем ей сперва. И пусть видно она, коли с чёртом сдюжила. Может, мне её бог послал. Чертовку-то? Ну, так она же говорила, что подменная. А мои ровесницы-то уже все в бабах. Да и забывалого солдата кто пойдёт? Только чёрт и пойдёт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...